Показываем мусульманам Коран. Там тоже написано уважать старших, не грешить, не воровать, не пить. Да, с темними они кушают. Если у вас вопросы есть, можете задать. Ну, хорошо. Какой можно вопрос? У вас кто-нибудь есть, который хорошо знает эту книгу? Да, я хорошо знаю. Я могу задать вопросы. Если вы ее знаете, я вам вопросы задам по этой книге. Можете ответить? Вопрос хочу дать недавно другую. Ну, хорошо. Я по этой книге вам задам вопросы. Вы будете отвечать, нет? Умер. Если у вас будут вопросы по этой книге, вы можете мне задавать вопросы. Я любой вопрос вам отвечать буду. А вы по своей мне ответьте. Договорились? Сейчас можно вопрос, да? Да. Вот. Недавно умер дедушка мой друг, да? Там вокруг, там стояли, выпили водку. Говорит, это. А это, вот эта Библия записана, да? Так они делают? Неправильно делают. Они никакого отношения к Библии не имеют. А почему большинство людей, когда смерть выпивает, они выпивают водку? Ну, вчера я... Много раз видел, а когда вот вера не действует, люди, если у смерти... Не действует, не действует. Не действует. Вчера такая женщина, круглолицая, и говорит, вот мне мусульманин сватается. И он тогда вылазит оттуда. Она говорит, иди сюда, она за рука пьет, мусульманина. И я говорю, ты молишься, намаз совершаешь? Нет. Я говорю, какой же ты мусульманин, когда ты не молишься? Дальше. А она ему говорит, мама присала свиное сало, ты как его ел, хвалил? Какой же ты мусульманин-то? Он как меня материт начал, и на три, и на пять букв. А ты что, мусульманин? Нет, конечно. Он только называется. Это, нет, это, которое делает, это пять раз не молится. Вот так. В Москве живет. В Москве. Настоящие мусульмане, они уважительные люди. Они помогают друг другу. Как я. Да. Много раз тут, у меня друзья, много. Так, у меня вопросы к вам, ребята. Да, вот. Ребята, вопросы. Вопросы у меня к вам. Вы по этой книге, по своей, ответьте мне. Да. Сура, пятая, сорок седьмой, шестьдесят шестой, шестьдесят восьмой аят. О чем говорят? О том, что говорят, кафира надо убивать. Правильно. Оно говорит о том, что люди Писания, это мы христиане называемся. И нам Бог дал, инжил, инжил Евангелие. И там написано, чтобы мы не обманывали людей, а жили по нему. Я по нему и живу. А когда говорилось Писание, то ваш руководитель, он умер в шестьсот тридцать втором году. То есть эти слова ваши относятся к седьмому веку. А то до другой книги-то и не было. Люди Писания, это мы. Да. Она сказано. У меня дальше вопрос. Я уже задавал его. У нас Соломон, а у вас Сулейман. Это один и тот же? Сулейман, да. Сулейман. Сулейман богатый пророк. Так, хорошо. Да, все это в этом животном, ну все язык понимал. Он единственный. У нас в Библии написано Соломон, а вот здесь написано Сулейман. Я спрашиваю, это один и тот же? Один и тот же. Я не знаю, я имею в виду, тогда не мешайся. Сулейман это пророк такой. Тогда переведи. Я знаю, он такой великий человек. Так, экран переведи туда. Я не об этом спрашиваю. Переведи, кто знает. Я с ним буду говорить. А, вот это. Уместно. Слушай. Так, во второй вопрос. У нас написано Авраам, а у вас Ибрагим. Это один и тот же? Кто, кто? У нас Авраам, а у вас Ибрагим. Это один и тот же? Авраам, он что делал? Он первый избранник. Ну, как один будет, они разные имя ставят. Авраам это не знаю. Ибрагим знают. Как Коран записано, они такие. Ну, Мария и Марьям, это одно и то же? Марьям, да. У нас Иисус, а у вас называется Иса, это одно и то же? Что, что? У нас называется Иисус, а у вас Иса, это одно и то же? Да. Ну, вот я спрашиваю, Авраам и Ибрагим, это одно и то же? Одно и то же, подожди. Так. У нас, у нас вообще конкретно идет, у вас вообще хреновый идет. Да, правильно. Вот у нас написано Псалтирь Давида, Давида, а у вас Давуд, это одно и то же? Да, да, да. Так, смотрите. Да, так, еще есть у нас, да. Так, подождите, не об этом дело, не об этом. Подождите, пожалуйста, я вам подожди. Подожди, не говори, еще раз не знаешь. Подождите, я вопрос даю вам, да. Я ему сейчас закончу разговор. Мы ближе, мы ближе, вот пророк Иисуса. Я не об этом спрашиваю. У нас Иисус называется, вот имя мы поставим, Иисус, Муса, Мухаммад. Так, я понял, понял. А русского Иисуса никакого нету. Мы любим пророков, все имя оставляем. Ну, я вопросы задаю, ты мешаешься под ногами просто. Дай ему. Или что там поставить. Поверни на него. Поверни на него. Экран, поверни. Так, дальше. Да, да. Никакого Иисуса нет. Скажи, что он замолчал. Выключи этот магнитофон. Выключи. Этот магнитофон, который у тебя рядом. Так, слушай. У нас, у Соломона, в нашей книге, в Библии, три книги. Премудрость Соломона, притчи Соломона, Экклесиаста. А у вас, у Сулеймана, ни одной книги, ни одного стиха нет. Вопрос, почему? Если вы его признаёте, и такие мудрые притчи, почему нет ни одного стиха? А у нас три книги. Стихо, что такое? У нас Сулеймана, пророков, все у нас... То есть не об этом он говорит. Ну пусть помолчит. Он говорит, как обкуренный какой-то. Сейчас ругаться ещё начнёт он. Слушай, дальше. Я в Библии написал, у меня 38 томов, у меня вышло книг. И одна у меня книга посвящённая этой книге. Не критики, ничего. Я разбираю сура, аят и беру в Библии. Показываю, где. Так, ну ладно, разговор не получится, потому что он здесь. Так, всё. Разговор не состоялся. Он мешается. Так, по-хорошему давайте расстанемся. Всё. Он не может молчать. Выключи магнитофон тут. Всё, 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 всё. Сет пропал, не знаю. Я обратно хочу найти вас. Не знаю, как... А вот вы найдите, я вам скажу, как скайп, есть скайп такая, ну как домофон, скайп. А в скайпе Игнатий Лапкин. Я сразу перед вами. Я один там с этой фамилией. Ну, здесь фамилия у вас не написана, вот поэтому я... Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Запишите. Игнатий Лапкин. Это скайп, скайп. Напишите скайп. В скайпе. Не на ютубе. В скайпе. В скайпе это такая система, можно разговаривать хоть день. И при том не одному, а целому коллективу. Вот у второго никак. А у нас утром мы молимся, у нас люди отовсюду. С Германии, там с Франции. В скайпе вы найдёте меня. А канал моего во свете Библии Игнатий Лапкин. Игнатий. Там вы найдёте ответы на многие вопросы. Я отвечаю на 4 тысячи. 124 вопроса студентам. Я, ну, мои, допустим, я когда-то, не знаю, с дядями, короче, посидели, он сказал, что, допустим, у этих мусульманов и христианин, почти у них в этой книге почти не 100%, а почти, короче, одинаковые, допустим. Я сказал то, что, ну, у нас же в исламе написано то, что семьянине надо есть запрещено, да? А почему русские эти, ну, едят эти семьянину? А он сказал то, что там в Библии написано то, что нельзя эту семьянине есть. Ну, речь не о свинении. Почему у вас ваши люди, которые верят так, почему они не знают в руках? Ни в одном доме я не нашёл среди мусульман. А мы деревню строим, и мы вокруг 30 тысяч Евангелия раздали. 30 тысяч, вообрази. А у вас ни одного нет. Ну, сейчас время такое, что все по именям, короче, допустим, по имени он мусульман. А так по характеру, по всём, ну, ни капли мусульман. Точно так же и у нас, у христиан. По названию много, а в действительности, говорит, может, мало. Да, сейчас все думают о своей жизни, о деньги думают, и всё, короче. Не думают, что эта жизнь не вечная жизнь. Вот вчера я разговаривал с одним здесь, там сидит женщина рядом. Он говорит, я мусульманин, чтобы она за него замуж вышла. Она говорит, мусульманин, а почему ты намаз не совершаешь? Ни разу я тебя не видела молиться, но я не молюсь. А мама привезла, говорит, свинину, и ты ела, я хвалил. Какой же ты мусульманин-то? Ну да. Он из-за этого маньку усыпился, ему такая она нужна. А я ему стал говорить, он меня как давай материть на три и на пять букв. Мусульманин, я старше его раза в два. Мне 81-й год. А у вас написано старших уважать. Да. Ну, как вам сказать, у вас есть плохие люди. И мусульманин среди мусульманин, среди христианин, вы здесь. Ну, есть хорошие люди, ну, допустим, как у вас. Я, знаете, я пять лет уже в России живу, но ни разу не сталкиваться, что кто-то сказал, что вот эта Библия, то, что скажет, что там всё я знаю, что там написано, и даже Коране, то, что у вас в руке Коране, мне вообще интересно стало, да? Так, я вам скажу, у меня вышло 38 томов книг, моих книг, и одну книгу я посвящаю вот этой книге. Разбираю её по сурам и аятам в сравнении с Библией, что за 1300 лет о мусульманах было сказано, какие дела они делали, то есть я как историк, фактически, должен это показать. Книга особым спросом пользуется. Её мусульмане из библиотек прям сразу затаскивают к себе. Я не нападаю, не критикую, я просто свидетельствую, материалы даю. Ну, это хорошо, да. Вот мне надо было Коран достать, а его нет. Я пошёл в Йеменское посольство в Москве, Йемен. Достать Евангелие – это Коран. Потому я хочу узнать. А вы, это, в Библии написано то, что, короче, это жизнь не вечная, а там есть такой, ну, после смерти ждёт тебя. Так и написано. Именно так и написано. Видимое временное, а невидимое вечно. Итак, когда мы умрём, где будем? 25 глава Евангелия Монфея говорит, как суд Божий идти. Будет идти. Бог спрашивает, посетил бедного, помог нуждающемуся, накормил, напоил. И которые ничего не делали, Господь говорит, мне не сделали. А которые сделали, Он говорит, это вы мне сделали. Идите в рай. А те, Он говорит, идите с сатаной, горите в огне. Да. Вот как. Ну, сейчас. Главное, нас разделяют. У нас Спаситель Христос умер за наши грехи. Главное, что… Вот, а у вас этого нету. Мы говорим об этом открыто. Мы должны говорить, потому что это спасение. Ну, у нас тоже в Коране написано то, что в этой жизни должно делать то, что это как экзамен для тебя. Да, да. Только всё. Что там, короче, делаешь, добро делаешь, добро получаешь в конце. Что посеешь, то и пожнёшь. Да, грехи, короче, делаешь. Ну, тебя… У нас Соломон говорит, давай хлеб семи, даже восьми хлебы. И, говорит, пройдёт время, эти караваи к тебе обратно приплывут. То есть, в раю Господь тебе покажет, что ты сделал, вот твои дела добрые. А у неверующего ничего нет, голый. Да. Да. У нас есть что у мусульман поучиться. Что? Вот выступает Путин сейчас в федеральном собрании и говорит о демографической катастрофе. На каждую семью приходится 1,7 ребёнка, а у мусульман 8,1. Да. Тут… А почему у вас… Ну, это же хорошо, то, что, короче, у тебя будет, допустим, народов, допустим, христиан будет много. Ещё у тебя будет много сыновей и дочери, ты будешь их, ну, воспитать нормально. Ну, понятно, это об этом. Мы не об этом говорим. Вот сейчас к примеру я сказал, что к примеру-то нам можно, как они девственность хранят. В Библии написано то, что мужик должен жениться на одного женщину. Одна. Если вторая, это уже прелюбодей. Если у него одна жена, с другой знается, его в храм уже не пускают. По закону. Ну, так и записано, да? Да, так и записано. Допустим, что жениться на два или три. Нет. Одна жена – одна. У Адама Бог взял одно ребро. Я Еву сделал. Если две жены у него где-то, то он уже неверующий. Ему путь туда, к мусульманам. Ему там ещё две дадут. Знаете, тут много мусульман, вот в этой рулетке, и сидят мусульмане в ряд, и со мной беседуют. Я говорю, а вы-то зачем здесь? Познакомиться. Да что тебе знакомиться-то? У тебя дома четыре жены, но за каждую надо колым платить хорошие. А тут сорок четыре, голые и даром. Вот вы, южные жеребцы, на северных кобылах и пашите. Они хохочут. Да не смейся. У нас это блуд считается. А вы за святость выдаёте. Работать надо языком проповедовать, а не нижним членом. Да. Всё уверенно, скажем. Так, я ухожу. Всё, до свидания. Всё, до свидания. Я вас ещё найду. Да благословит вас Господь, найти Христа спасителем. И тогда будем в раю вместе. С Богом. Хорошо.